Шалом дорогие друзья, с вами в студии Лютаревич Дмитрий и мы продолжаем разбор священных писаний, наши встречи, которые говорят о словах библейских в писании. И целью наших встреч является не просто изучение алфавита, это всего лишь маленькая часть от того, что мы делаем, но главный смысл всего это понять те библейские слова, которые написаны в Библии, понять их глубокое значение и весь смысл, который за этим следует. И я хочу напомнить, что на прошлом уроке мы разбирали с вами слова, словосочетания, такие фразы, как «сын Божий» и «сын человеческий». И для тех, кто был внимательен, он помнит, что вначале я говорил, что слово «сын» на иврите есть два выражения. Одно это «бен», мы говорили «бен Элуим», «бен Адам», то есть «сын Божий», «сын человеческий». А другое слово это «бар». «Бар» это также переводится «сын». «Бар» также означает, что «принадлежащий к чему-то». Например, есть выражение такое на иврите, когда говорят «бар-мазаль». «Мазаль» — это счастье, а «бар» — это «сын счастья», то есть счастливый человек, тот человек, которому следует всегда удача. Но «бар» — это также «сын». И вот сегодня мы рассмотрим с вами одно очень интересное событие, которое произошло на Песах с Ешуа, когда он стоял перед Пилатом. Это событие связано с нашим словом. Поэтому я хочу, чтобы мы могли открыть с вами Писание и прочитать из Евангелия от Луки. Это 23 глава. И, как я уже сказал, это событие, когда Ешуа, он находится перед Пилатом, он должен дать отчет, его привели и требуют смертную казнь. Что же там происходит? Я хочу, чтобы мы могли с вами прочитать с 17 стиха, 23 глава от Луки. Пилат, он говорит, что он хотел сначала отослать Ешуа к Ироду и отсылает его. Но Ирод высмотрел дело и об Ешуа и ничего не нашел, и возвращает его назад к Пилату. И 16 стих говорит. «Итак, наказав его, отпущу». Пилат говорит к народу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать. «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Ешуа. Но они кричали. «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им. «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Ешуа предал в их волю». Итак, мы видим здесь две личности, которые предстают перед нами. Кроме Ешуа, здесь есть еще один человек, которого называют Варава. И на иврите это звучит «Бар Аба». Как я уже сказал в начале, что «Бар» — это сын. «Аба» — мы также с вами разбирали это слово, и это значит «отец». То есть здесь мы видим человека, которого называют Варава, что это сын отца. Очень странная картина. С одной стороны стоит Ешуа, который также называл себя сыном отца, сыном Божьим. Ведь он все время говорил, «Я пришел исполнить волю отца. Я иду сделать то, что отец мне заповедовал. Я послушный только отцу, что отец говорит, то я и творю». Всегда он говорил про себя, что он есть сын Божий, сын отца. Отец, который является Богом всего человечества. И вот другая личность — это Варава, сын отца. Но отца не божественного, не чего-то духовного, но простого человека. И вот они, две личности, стоят вместе перед Пилатом. Но это еще не все. Знаете, что самое интересное, что первые рукописи, которые были найдены на греческом языке, они там дают нам еще какие-то дополнения, и они говорят, что имя Барабы, у него было имя, и его звали также Ешуа. И совсем картина тогда открывается и становится немного другой. Мы видим, что вот они оба, сына отца, и оба являются Ешуа. Ешуа, что значит спасение. Они стоят перед народом, они стоят перед Пилатом. Одного нужно отпустить, другого приговорить к смертной казни. И вот эта вот картина, она действительно особенная. О чем же она нам говорит? Не просто так все это произошло. Я уверен, что это не было просто какое-то, не было какое-то совпадение, но в этом есть определенный смысл. И знаете, когда я об этом думаю, то сразу всплывает другая картина, другая история, которая произошла в другой праздник, но очень похожая на эту. Этот праздник, который называется Йом-Кипур. Это судный день, в который священник входил в храм, входил в скинию и приносил жертвы. Поэтому я хочу зачитать эту картину, чтобы понять смысл всего происходящего. И мы с вами будем читать из книги Левит. Левит, 16 глава. Я хочу, чтобы мы могли прочитать с 5 стиха. От общества сынов Израилевых пусть возьмут двух козлов в жертву за грех, и одного овна во всесожжение, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицом Господнем у входа с киньи собрания, и бросит Аарон об обоих жеребий. Один жеребий для Господа, а другой жеребий для отпущения. И приведет одного Аарон козла, на которого вышел жеребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого выпал жеребий для отпущения, поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение, и это слать его в пустыню для отпущения. Здесь мы видим, что священник, первосвященник, который раз в год на Йом-Кипур, в судный день, входил в святое святых, он должен был выбрать двух козлов. Знаете, это удивительно, но вот эти козлы, они были идентичны. Они походили, и тяжело их было отличить. Они были просто одинаковы. У них был один цвет, у них был примерно один и тот же вес. Они были очень похожи. И человек со стороны, который на них смотрел, если этих козлов перемешать, перепутать, не мог их отличить. Такие должны были быть эти оба козла, идентичны. Один для Господа, другой для отпущения. Это примерно то же самое, что мы видим в нашей истории, когда стоят оба. Один Яшуа, сын Божий, другой Яшуа, сын человеческий. То есть сын отца, оба сыны отца. Как эти два козла. И вот одного приносили в жертву за грех. Его кровь вносилась в святое святых, а кровь другого она не вносилась. Старейшины возлагали на него руки, молились и отпускали его в пустыню. Написано для отпущения. Для отпущения это слово звучит как Азазель. Азазель это имя одного из предводителей сатаны. Как мы знаем, что в Божьем царстве есть разные ранги. Есть архангелы, есть ангелы, есть херувимы, которые называются крувим на иврите. Есть очень много других. Также и в армии сатаны есть много разных демонов или бесов, которые царствуют на той или другой категории. И Азазель это одно из имен. И написано, что отпускали в пустыню Ле Азазель. То есть как будто вот для этого ангела, для этого беса, для этого сатаны он уводился с грехами народа. О чем это нам говорит? О чем показывает нам эта ситуация? Во-первых, я хочу заметить, что Ешуа, он символизирует этих двух козлов. Это в первую очередь. Как мы это видим? Мы читаем в послании к евреям в 10 главе, в 8 главе, что Ешуа, он и был тот совершенный ангел, который зашел в святое святых, нерукотворное, которое не было сделано руками человека, но в само небо он зашел со своей кровью. Он принес себя самого в жертву. Его кровь послужила искуплением для всех наших грехов. Он символизировал или олицетворял вот этого вот первого козла, кровь которого вносилась в святое святых. Что же насчет второго козла, которого отпускали в пустыню, можно сказать, для сатаны, для чего-то темного? Мы читаем в других местах Писания, в Новом Завете, что Ешуа взял на себя грех мира и из-за этого греха он сошел в преисподнюю. Он сошел в царство тьмы, он сошел в царство, где тьма и где правит сатана. Он пришел туда и написано, что даже там он проповедовал и смерть не смогла его удержать, потому что он был чистый и непорочный и он был воскрешен Богом. Вот это вот символ второго козла, козла для отпущения, который зашел вот в эту вот тьму со всеми грехами народа. То есть здесь мы видим, что Ешуа олицетворяет двух вот этих вот козлов. Но давайте вернемся к нашей истории. Сын отца Ешуа, сын отца второй Ешуа, человеческий. В чем было различие между ними? О чем нам говорит эта история? Что она нам пытается показать? Мы видим, что с одной стороны это очень похоже на Йом-Кипур, на судный день. И в этот день бросали жеребий. Один должен был принять смерть и кровь его внесена в святой из святых, а другое для отпущения. Одного человека должны были отпустить на свободу. Пилат сказал, это обычай, который есть у вас, отпущу вам. Потому что на Песах это праздник радости, это праздник освобождения. Отпускали одного узника. Это то, что происходило на Песах именно с Ешуа, когда он стоял перед Пилатом. И здесь мы видим, что как будто Йом-Кипур, судный день, он происходит в пасхальные праздники. Это что-то особенное, удивительное, как два праздника совмещаются вместе. И вот жеребий, который бросали об обоих козлах. С другой стороны, жеребий, который, можно сказать так, был брошен о двух сыновьях. Сын Божий и Сын Человеческий. Кого отпустить? Жеребий — это что-то, что предречено Богом. Это что-то, что должно случиться. Хочешь ты или не хочешь. Это то, что не зависит от того, насколько ты хороший или плохой. То, что не зависит, как ты поступаешь. Потому что, с одной стороны, очень логично, чтобы Ешуа-Мессию выпустили на свободу. Потому что Он тот, который пришел, проповедует добрые дела, делает что-то хорошее, которое не противится злому. Его следовало отпустить. Его следовало выпустить на свободу, а не предать смерти. А Барабу привести на крест. Но здесь все переворачивается. И здесь даже не важно, кто в этом участвует, еврейский народ или римляне. Есть что-то, что предречено. Это то, что должно было случиться с Ешуа. И когда-то Петр, он проповедовал после воскресения Ешуа, проповедовал еврейскому народу. И он говорил, да, вы предали его в руки римлян, и они распяли его. Но так должно было быть, потому что так предречено Господом. Есть какая-то игра, есть какие-то рамки, в которых мы можем править. Мы можем двигать влево или вправо. Мы можем что-то принять или не принять, или отвергнуть. Но за нами, да, есть какое-то обязательство. Но это не изменит того, что Бог запланировал. Израильский народ мог принять Ешуа с радостью. Римляне могли его не распинать. Но тогда что-то было бы другое, чтобы Божий Сын был принесен в жертву, чтобы он стал вот этим вот искуплением. Но я возвращаюсь сейчас к тому, что вот они оба стоят перед Пилатом. Одного нужно выпустить, а другого предать насмерть. Оба сыновья отца, оба Ешуа. Ешуа, это слово, оно говорит о спасении. Потому что не зря было дано это имя Ешуа Мессии при его рождении. Потому что Бог сказал, он спасет народ от их грехов. Второй тоже Ешуа, потому что он тоже желает спасти людей. Каким образом? Что мы читаем про Ешуа Барабу? Здесь мы читали, что он был посажен в темницу вместе со своими друзьями за то, что он совершил преступление. Он убил какого-то человека. Кто он был такой? Чтобы мы могли это понять, мы должны знать немножко исторические факты. Скорее всего, Ешуа Бараба, он был зелотом. На иврите это звучит как канаим. Канаим это значит ревнители. Или на русском зелоты. Это было одно движение в иудаизме, которые были очень ревностны. Они пытались свергнуть всякую власть. Римлян или кого бы то ни было. Они желали, чтобы только мог царь-мессия править израильским народом и никто другой. Они прилагали все усилия, чтобы освободить Израиль из-под ига. Они могли взорвать, они могли убить, они могли совершать погромы. Это то, что мы читаем про Барабу, то, что он и делал со своими друзьями. И знаете, многие из первых учеников Ешуа, они были из зелотов. Они последовали за ним, потому что они видели, что он пытается совершить может быть какой-то переворот. Они видели нового лидера, они шли за ним. Но вот их неожидания почему-то рухнули, потому что они ожидали чего-то другого. Они ожидали освобождения от любого ига. Это то, что символизирует Бараба. Противостоять своими усилиями. Противостоять взрывами и погромами. Но Ешуа, он учил совсем другое. Ешуа, учения Ешуа, Мессии, они начинались изнутри. Он говорил, не противьтесь злому. Он да, говорил, что нужно платить налоги и кесареву отдавать кесареву, а Божью Божьему. Он говорил, подставь даже иногда вторую щеку и отдай нижнюю одежду, если у тебя забирают. Но зелоты, они шли по другому пути. Когда первые эти ученики из зелотов увидели, что Ешуа поступает совсем не так, как они научены, совсем не так, как они хотели. Они просто оставили его. И вот он, этот выбор, который должен был сделать народ. Кого же выбрать? Ешуа, Мессию или Ешуа, Барабу? Сыны Отца. По своим делам человеческим или по внутреннему Божьему голосу? Как же поступать? Воинством или силою? Или Духом Божьим? Это тот выбор, который стоит перед нами сегодня. Кого ты выбираешь? Вот этот вот пасхальный день, в который Ешуа, Мессия, стоял перед Пилатом и народом. Он говорил о выборе человечества, о выборе по силе, по своим делам, по своим усилиям и усердиям, либо через Божью волю, либо через Агнца, который принесен за нас в жертву. Какой выбор сделаешь ты? За кем ты пойдешь? И знаете, раньше в это время написано, что были те, которые кричали, отпусти нам Ешуа, Мессию, Он дорог нам. Но были и другие, которые кричали, мы хотим барабу, мы хотим поступать так, как нам нравится. Мы хотим, чтобы наша плоть, наши усилия, чтобы мы были царями, мы превозмогли. Мы хотим освобождения нашими усердиями. И здесь написано, как мы читали в Луке, что крик их превозмог. Крик тех, которые желали жить по плоти, превозмог крик тех, которые желали жить с Богом. И знаете, я хочу, чтобы каждый из нас мог подумать об этих вещах и взвешить самого себя и понять, как сильно ты кричишь, к чему ты стремишься, чего ты желаешь, как ты желаешь жить. Потому что Ешуа, агнец Божий, пришел, чтобы освободить нас. Он пришел, чтобы изменить тебя изнутри и дать спасение, которое не через твои усердия и не через твои дела, но благодаря Божьей милости и только Его милости. Никакие дела не спасают нас. Никакими делами мы не можем искупить свои грехи. И это выбор, который стоит перед каждым из нас. Выбрать Сына Божьего, Мессию, либо Сына Человеческого. Я желаю, чтобы каждый из вас мог сделать правильный выбор, чтобы каждый мог приложить достаточно усилий, чтобы его голос победил, голос Божий, который находится внутри тебя, чтобы он побеждал ту плоть, которая пытается вырваться наружу, с которой идет война каждый день в нашей жизни. Я желаю, чтобы голос Божий, Дух Святой, который учит и наставляет, он всегда одерживал победу. Этот выбор, он за тобой. Я желаю вам хорошего дня и спасибо за то, что вы были с нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok